7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. Это день для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. Здорово быть здоровым, с этим не поспоришь, но как о здоровье рассказать детям, как объяснить, что полезно, а что вредно, как приучить их к правильным привычкам. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила литературный обзор азбука здоровья. Полагаем, что сначала надо познакомить детей со строением их тела и работой организма. Интерес к собственному телу появляется у человека в первые месяцы его жизни и не исчезает никогда. От того, как в самом раннем детстве ребенок выстроит отношения со своим телом, зависит его психологическое благополучие в зрелом возрасте. Чем станет для него тело? Тюрьмой, неуправляемым хозяином, безотказным инструментом, другом, советником, помощником. Во многом это определяется тем, что и как он узнал о своем теле в первое семилетие жизни. Книга Софи Девус «Мое тело от макушки до пяток» – необычное явление в нашем книжном мире. Это не энциклопедия, где все разложено по полочкам и пронумеровано, не романтическая сказка с красивыми легендами и метафорами, и несерьезный разговор о тайнах анатомии. Это прежде всего игра. А что может быть нужнее и интереснее детям дошкольного возраста, чем игра? Чего здесь только нет. Например, сюжетно-ролевая игра «Пульт управления телом». Один участник играет роль мозга и с помощью самодельного картонного пульта управляет другим участником – телом. Несколько настольных игр с фишками и кубиком. Одна из них называется «Работа в теле». Двигаясь по крупным клеточкам, малыш разносит еду разным органам, собирает отходы и заканчивает игру в туалете. Есть тут всевозможные загадки и головоломки. Например, найди на картинке все, что вкусно пахнет или сильно шумит. Игры «Я вижу». Потрогай и угадай. Опыты и эксперименты. Пощупай свои голосовые связки. Поймай воздух из легких. Оптические иллюзии, помогающие понять, как устроено зрение. Игра в классики на асфальте, чтобы разобраться в работе мышц. Поделки из подручных материалов. Например, карты своего тела. Здесь нет привычных для нас многозначительных намеков и умолчаний. Наоборот, книга полна страшных слов. Целый разворот называется «Моча и кал». Маленьким читателям предлагается выяснить, почему моча иногда бывает светлой, а иногда темной. Малыши с великим интересом разглядывают содержимое своего горшка. Еще один разворот посвящен круговороту детей в природе, как выразился один семилетний поклонник этой книжки. И тут есть слова «Сперматозоид и яйцеклетка». Крупная, ясная и понятная схема со стрелочками показывает, как из маленького головастика получается зародыш, как он превращается в младенца, как тот начинает ходить, идет в школу, становится взрослым, у него появляются собственные дети. Никакого лицемерия, никакого ханжества, никакой прямолинейной дидактичности и назидательности. Играя и улыбаясь, создатели книги дают детям и родителям необходимый материал, позволяющий начать диалог на жизненно важную тему. Эта книга – попытка помочь детям назвать и понять свое тело, а родителям привыкнуть к тому, что разговоры о теле очень нужны растущим детям. Иллюстрации к этому изданию совместно придумывали художники и исследователи, что делает их не только красочными и запоминающимися, но и очень интересными для детей от 3 до 6 лет. Книга Софи Дюшарм «Как живет тело» также рассказывает малышам о самых разных процессах внутри нас. Как работает наше тело? Для чего нужен мозг? Почему мы моргаем? Зачем мыться? Какая боль помогает выжить и какая польза от объятий? Эта книга ответит на множество вопросов и раскроет секреты, которые таит в себе человеческое тело. Ребенок узнает, что у него в ухе есть крошечный барабан, для чего нужны 3000 датчиков на языке, откуда в желудке берется газ. А каждый физиологический процесс описывается через интересную аналогию. Например, сновидение человека сравнивается с поездами, процесс моргания с работой автомобильных дворников, а кровеносные сосуды с реками на географической карте. Написать сказку про зарядку и закаливание так, чтобы дети с восторгом ее поглощали и требовали добавки – это однозначно талант. Ирина Семенова в своей книге «Учусь быть здоровым» или «Как стать неболейкой» не допустила ни одной нотки фальши. Путешествие в страну здоровья вышло очень интересным, а герои – обычные мальчишки, девчонки и прочие существа, такие искренние, что книгу хочется перечитывать много-много раз. Итак, однажды пятиклассник Антон опился холодного кваса и заболел. Так, по крайней мере, думали его родители. Но его брат Петя, который учится во втором классе, знал, что произошло на самом деле. Здоровье Антона похитила ангина и утащила его в королевство простуды. Здоровье Антона нужно выручать как можно скорее. И вот Петя в компании домашнего хомяка Киселева отправляется в путь. Перед нами детская сказка, очень забавная и поучительная, но не морализаторская. Она учит ребенка основам гигиены, медицины и здорового образа жизни. Пока Петя с хомяком, который уже давно не умещается в кармане, а путешествует сам по себе с медицинским чемоданчиком, идут к простуде, они встречают множество забавных и милых существ. Хотя некоторые, конечно, вовсе не забавные и не милые. Например, кашель, насморк, зубная боль и ангина. На выручку ему приходит горчичник, мятая капля от насморка, закаленный гвоздь, пропагандирующий спорт и здоровый образ жизни. По дороге главные герои попадают в страну кутолок, которые боятся простудиться и вечно кутаются, спасают витамины и манную клетку, попутно получая от них важные сведения о правильном питании. Помогают мальчику Егорушку добраться до бормашины, встречаются с сидоровой козой. И это еще далеко не все. Хотя книжка совсем небольшая, ребенок из нее усвоит массу новой информации. Например, как устроенский лед человека, какие органы находятся в его теле, почему нельзя есть много сладкого и немного выучит латынь при поддержке сидоровой козы. Естественно, этим делом не окончится. Разные страны обещают разные события, множество знакомств и новых друзей. В конце книги есть приложение с комплексами упражнений, более подробными советами по закаливанию организма и тому подобное, которые очень пригодятся родителям и помогут им повысить эффект от прочтения книги. Уверены, что неболейка будет полезным пополнением любой семейной библиотеки. Сказочный сюжет и у книги букварь «Здоровье» Людмилы Баль и Валентины Ветровой. Книга эта – необычное продолжение сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Помните, там девочка оторвала последний лепесток, чтоб мальчик выздоровел? Мальчик выздоровел и захотел всегда быть здоровым. Он мечтает о таком же волшебном цветке. И тут снова появляется волшебница, дает детям цветик-семицветик, который превращается в воздушный шар, и дети отправляются в страну здоровья. Каждая глава книги – практически готовое занятие. Здесь можно встретить советы, задания для детей, стихи, вопросы, которые заставят ребенка мыслить, делать выводы, устанавливать взаимосвязи между причиной и следствием. Кроме всего прочего, книга хорошо проиллюстрирована. Приключения героев по стране здоровья похожи на мультфильм. Каждая страничка – готовый плакат на темы отдыха, сна, профилактики травматизма. Букварь построен на основе современных научных представлений о психологическом развитии ребенка и имеет несколько уровней погружения ребенка в проблему человека и его здоровья. Первый уровень – информативный, дает знания о еде, образе жизни, об одежде, гигиене, жилище и тело. Есть также темы, связанные с миром, с природой, правилами безопасности и поведения. Второй уровень – уровень развития сознания ребенка. Он учится быть внимательным к себе, советоваться собой, прислушиваться к себе. Здесь очень важно научить ребенка анализировать собственный опыт и применять полученные знания к себе. Поэтому в букваре есть тема психологического характера – как что-то сделать лучше, как защитить себя от драчуна, как помочь слабому, как навестить больного. Родители не раз задумывались, как научить ребенка не брать в рот грязные пальцы и игрушки, мыть руки перед едой, чистить зубы, словом, привить основные навыки гигиены. Не на всех детей действуют уговоры. Татьяна Рик в своей книге «Здоровье и микроб Грязнулькин» придумала интересный ход. В один прекрасный день мама купила своим детям, близняшкам Юрику и Аринке, микроскоп. Это удивительная штука. Если через микроскоп посмотреть на что-нибудь очень маленькое, то это маленькое будет казаться большим. А бывают такие малюсенькие вещи и существа, что их даже не видно. А через микроскоп видно. И вот однажды на грязном пальце дети увидели злого микроба, который уговаривал их не мыть руки, пользоваться чужой зубной щеткой, грызть ногти, чихать, кашлять друг на друга во время эпидемии гриппа. Как вы думаете, послушаются его ребята? От микроба Грязнулькина дети узнают, кто помогает зимой заболеть гриппом, а летом перелетает на мухи с мусорной кучей на продукты. Да это микроб, вредный и опасный. Дети узнают, как можно заразиться страшными болезнями и что надо делать, чтобы не заболеть. Ребята растут, а интерес к собственному телу не ослабевает. Для школьников мы рекомендуем книгу Кэролла Доннера «Тайной анатомии» издательства «Розовый жираф». Произведение ценно не только с познавательной, но и с художественной точки зрения. Автор книги – американская художница, специализируется на популярности медицинской литературы. Она отправит близнецов Макса и Молли и их кота Бакстера в увлекательное путешествие по человеческому организму. Пользуясь приемами приключенческого жанра, автор с исключительной наглядностью излагает современные представления о строении в функциях основных органов и тканей человеческого тела. Все начинается с того, что дети во время грозы забираются на чердак и находят старинную книгу. Это «Атлас по анатомии». Внезапно всех троих озарила нестерпимо яркая вспышка. Герои услышали удар грома, и вокруг сомкнулся непроницаемый мрак. Они провалились в безмолвную бездну, кувыркались и громко кричали. Очутились они в очень странном месте, как выясняется, в ротовой полости человека. С этого момента они вынуждены путешествовать по телу, пытаясь вернуться домой. В этом путешествии ребятам открывается множество тайн, удивительная гармония и взаимосвязь всех процессов в человеческом теле. Они узнают, как устроено собственное тело, почему желудок не пожирает сам себя, зачем нужна иммунная система. Конечно, закончится все благополучно. Автору удалось не только изложить весь необходимый материал, но гармонично вписать его в фантастическую историю. На наш взгляд, нет по этой теме лучшей книги, которая давала бы прочные знания и развлекала одновременно. Текст дополнен отличными авторскими иллюстрациями и адресован читателями 80 лет и старше. Библиотека предлагает познакомиться также с серией книг с иллюстрацией замечательной Марионы Толоса Систери. Все они представят научные факты и расскажут о тайной жизни вирусов, соплей, болячек и зубов. Эти яркие книжки преподносят знания в легкой и понятной форме и будут интересны дошколятам.